Добрый день Полтава, здравствуй Украина. Олег, здоровайтесь. Здравствуйте. Олег Слеско, почему я сегодня решил обратиться к этому человеку? Потому что он знает о чем говорит. Олег, мы подходим к выборам, уже реально остается две недели до выборов. И у меня есть пару вопросов к вам, как к человеку, знающему систему выборов и что происходит именно в выборчих комиссиях везде. Потому что я знаю, что вы были наглядочем, то есть все это видели, на ваших глазах происходило. Как будут происходить ближайшие выборы? Что вот конкретно, с чем столкнется избиратель, когда придет на избирательную комиссию? Я слышал, что там немножко иначе что-то будет, может быть, происходить. Сложно сказать, насколько иначе. Вообще избиратели столкнутся с тем, что получат в бюллетенях всем известные бренды политические, за которых придется определиться, проголосовать. А еще один бюллетень получат, это кандидата по мажоритарному округу, в Полтаве их два, в Полтавской области восемь, где тоже будет кандидатов у нас в Полтавской области. От десяти кандидатов в Лоховицком, в 151 округе, до 31 в Кременчуге. У нас тут в Полтаве по 18 кандидатов на округах, и придется людям, которые придут, определиться, за кого же они хотят голосовать. Компания очень краткосрочная, фактически программ реальных никто не показывает. Все показывают бренды политической силы, если можно условно их такие назвать, и себя красивых. Олег, еще раз, каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будет партийный список, а в другом уже конкретных людей, мажоритарщиков, которые баллотируются либо от партии, либо от самоизоляции. А как в результате получится, что на каждом округе будет выбран один мажоритарщик, и один, это мы до конца не знаем, просто партия будет выбрана, и потом по списку кто-то будет определен. Я правильно понимаю, да? Конечно. Это многомандатный называется округ, он всеукраинский, со всей страны, со всех избирательных участков суммируется голоса. То есть, реально мы понимаем и изначально знаем точно, кого мы выберем из мажоритарщиков. Мы этих людей видим, и их легко будет посчитать, кто больше набрал голосов. Я правильно понимаю. Ну, кого видим, кого вообще никогда не видели. Ну, это да. То есть, ну, по крайней мере, понятно. Вот мне интересно, с вот такими партийными списками, мы до конца даже не знаем, за кого конкретно мы голосуем. Ну, мы разворачиваем, республиканцы разворачивают гражданскую кампанию защиты права на выбор, где мы покажем вот через несколько дней вообще списки, в общем, для всех полотовчан, жителей Полотовской области, покажем, кто идет, чтобы было понятно более-менее. И это сделаем комплексно, а не так вот как-то непонятно действовать. То есть, у вас программа какая-то готовится, и вы до выборов, вы это все покажете? Да, мы, партия республика на этих выборах не принимает участие. Мы утверждаем и говорим о том, что любые новшества, которые проводятся мелкие, ну, условно говоря, какая бы ни была красивая, хорошая рыба, овощи и вода, но если в ржавую кастрюлю это все залить, то не будет хорошей юшки. Мы 16 апреля вышли с предложениями, как осуществить этот транзит власти от режима Порошенко к новым представителям власти. Он прежде всего утверждал, что нужно понизить процентный барьер и таким образом запустить в Верховную Раду новые политические силы, которые не дотягивают там до 5% барьера. Финансирование партии начинается с 2% взятых на предыдущих выборов. Вот, пожалуйста, давайте 2% и поставим этот барьер. Вторая была это убрать имущественный ценз, потому что от 100 до 200 тысяч долларов на президентских и парламентских выборах нужно кандидатам и партиям для того, чтобы просто зарегистрироваться. Это что говорит? Что если в партии есть один человек, но есть миллионы долларов поддержки олигархов, и можно свободно идти, а потом, как у нас в Полтаве говорят часто, по желтой газете набирать кандидата. А если, как в цивилизованных странах, заменить этот имущественный ценз, к примеру, на сбор подписей по большинству, допустим, регионов, 2-3, и если раньше мы знаем эту историю, люди там штамповали, приносили, ЦВК их там складировал в папку, то сегодня есть прогрессивные, подвязанные, ну, мы знаем, как у нас в Полтаве, допустим, бюджет участия, он отбивает фальсификации, и другие есть способы для того, чтобы удостовериться, что это именно человек поголосовал. В нашей партии республика по всей стране есть актив, но мы не представляем интересы олигархов, и это же только зарегистрироваться до 200 тысяч долларов, а понимаем, что в режиме медиакратии, когда все фактически национальные СМИ принадлежат олигархам, это означает, что сигнал, хотя бы пустить нормальный, без поддержки медиа невозможно. Дальше мы говорим о том, что нужно открытые списки проводить, чтобы мы как раз видели всех, вот вы как раз задали вопрос, что мы не знаем этих списков, чтобы вы видели, и это все мы прописали в один такой большой документ, направили новому президенту, всем средства массовой информации, но мы видим, что все осталось по старым правилам, и поэтому говорить о том, что этот парламент будет дееспособным каким-то, каким-то прогрессивным, ну, две трети предыдущего парламента, который заканчивает уже свою каденцию, то это были новые люди, но и результат мы все прекрасно знаем. Поэтому, может быть, в продолжении поговорим еще о том, что ожидают выборы потом, после выборов, и в принципе, насколько оно будет продуктивно, то на данный момент все касится к тому, что мы получим очень много новых, условно новых людей, но мы понимаем, что за ними много кроется интересного и других людей. Мы, конечно же, критикуем, но мы предлагаем. Мы недавно обратились с республиканцами, увидев, что сроки краткие, лето, эти непонятные вопросы с конституционным судом, люди будто бы объявлены выборы, а месяц или сколько, люди не понимали, будут ли эти выборы или не будет их. Мы обратились с предложением все-таки перенести их на осень. Оставить прежнюю дату. Ну, может быть, это может быть не октябрь, а сентябрь, но это хотя бы дало возможность людям на равноценных условиях каких-то, может быть, и закон принять, попытаться за втространство. И много всего этого. Но, к сожалению, ничего не изменилось, поэтому мы не идем на эти выборы, но будем защищать право людей на выбор, право граждан, гражданок, как и делали это на президентских выборах. Недавно мы вспоминали, вот во втором туре наша гражданская компания в Донецкой области усилилась наблюдателям. И вот как раз во втором туре на 20 тысяч голосов Порошенко взял в Донецкой области меньше, чем в первом. Это вообще противоречит любой логике. Почему? Потому что за обоих кандидатов во втором туре голосовали в большем, чем в первом. Но мы так понимаем, юридически это сложно доказать, что, наверное, в первом были фальсификации. И так же само очень мощно будем идти, не слабее, чем на президентских, потому как на президентских выборах в большем количестве, в большинстве избирательных участков в Алтавской области не было представителей ни от Порошенко, ни от Зеленского. Были наши представители еще нескольких гражданских инициатив. Сами приходили и защищали права на выбор людей, следили, чтобы не было фальсификаций. В Телеграме мы сделали такой чат-бот, который позволяет человеку без образования, без понимания вообще избирательного процесса, со всеми подсказками, с любой точки в Алтавской области и страны нас уведомить о том, что фальсификации предложить фото, видео. И мы сразу же реагируем на мобильные группы, выставляем, направляем на место, где есть нарушения. И так же сам мы будем действовать и на этих видов. Олег, вы не анализировали, в каких странах еще есть такая система, по которой нам сегодня предлагают идти на выборы? Ну, знаете, есть разные страны, есть и 7% такие, но может быть в тех странах есть многолетняя политическая культура, где есть действительно идеологические партии. И она уже работает нормально. Их немного. А у нас 300 партий, вот толку, какая политическая партия на самом деле является субъектом модернизации? Да никакая. Среди нынешних активных парламентских партий и тех, которые имеют поддержку на уровне 5-4%. Никакая. Это все нужно менять. Нужно именно создавать инструменты политические, идеологические, как мы создаем уже не первый год политическую партию республика, потому как мы понимаем, что одну каденцию проходит, люди выбирают новую партию, идут. Это еще более-менее, когда она там хотя бы одни и те же ценности соблюдают. А есть же у нас такие люди, которые сегодня правые, завтра левые. Да, да, да. Потом снова выбирают. Олег, как гражданин и как республиканец, скажите, отсутствие графа в бюллетене против всех, как вы к этому относитесь? Мы относимся к этому, как к нарушению избирательных правчиков. Почему? Потому что этот процент, не поддерживая ни одного из кандидатов, либо с партии, он как раз говорит о той нише, которая не представлена, та, которая, действительно тех людей процент, которые не видят вообще никого, среди ныне представляемых. И это как раз результаты этих выборов, когда показывают, сколько граждан не поддержало вообще никого. Они показывают, сколько граждан вообще не согласны с тем, что происходит. Да, мы можем говорить о том, что пассивная позиция не прийти на выборы, это тоже позиция, и мы можем видеть... Но это неправильно. Это, ну, если нету... Вот я лично в такой ситуации на президентских выборах оказался. Ни один, ни второй, но во втором туре мне не устраивал, меня как гражданина. Но мне деваться некуда было, и мне не идти, это нехорошо, неправильно, есть мой гражданский долг, а идти и видеть это, становиться соучастником. Ну, видите, как вот людей поставили в такие рамки. Просто вот эти 35%, которые не ходят, мы не знаем, сколько из них на самом деле есть граждан, а сколько это просто в списках люди, может быть, которых нет, или давно умерли, мы же тоже таких находили. Есть такое. Вот. Переписи населения не было, общего понимания, сколько... Перепись населения, кстати, вы зацепили вопрос, как вы считаете, будет ли, ну вот, подозрение, надежда, будет ли в ближайшее время? Я думаю, что не будет, а кому это не выгодно? Думаю, что не будет. Вообще, это правильно. Несмотря на то, что вроде бы новый президент, новые веяния, на самом деле, ну, это один из показателей. Уже надо понимать, ну, во-первых, давайте дождемся хотя бы 100 дней, которые пройдут. Может быть, все-таки какие-то хотя бы первые нормальные шаги будут. Пока, к сожалению, мы этого не наблюдаем. Вот. Критикуем, но предлагаем, но на самом деле надо понять, что пока слова это все были. Предвыборной логики во время инаугурации, а вот в действиях пока они не подкрепились. Ну, давайте на сегодня, по крайней мере, будем закругляться. У вас есть еще что-то по сегодняшней теме? Недосказанное что-то? Если есть что-то, можете договорить. Я хотел бы просто обратиться к жителям, к жительницам Полтавы и Полтавской области с призывом, что ли, от имени гражданской компании защиты права на выбор всего лишь в одном, чтобы мы критичи подходили к нашему выбору осознанно. Не поленились не с телевизора посмотреть на партии и кандидатов, а проанализировать предвыборную программу, чтобы мы посмотрели биографии не те же, которые висят на сайте ЦВК, вернее, которые подают сами о себе кандидаты, проанализировали с разных сторон и взвешенно подошли к выбору, потому что когда эмоциями голосуют, а на это как раз и надеются все фактически участники избирательного процесса парламентского, играя концерты, пытаясь понравиться, кто танцует, кто снимает ролики, такие вот ни о чем. Как раз рациональности хотел бы пожелать от имени нашей инициативы, от республиканского движения, потому что эмоция, она утром появляется, и сразу ее может не быть. И потом сидишь на эмоциях, принял любое даже решение, не только проголосовав, мы знаем последствия этого всего. Поэтому призываю присоединиться к нам в любой точке Полтавской области, на любом участке вы можете как получить удоставление наблюдателя, быть на участке наблюдателя, мы проведем такое обучительное собрание, расскажем о законодательствах, как действуем мы в день выборов и до дня выборов, кстати. Можно просто хотя бы в то время, когда вы приходите голосовать, уделить 15 минут, пройти по участку, посмотреть, не нарушены ли права избирательные основные, и в случае их нарушения нам сигнализировать. Нас можно найти в фейсбуке, так мы называем «Громодянская компания «Захист права на выбер». есть спостережение в приложении «Телеграмм» можно ввести. И таким образом, и, кстати, независимо от политических убеждений, независимо от того, кто за кого голосует, вообще, может быть, даже члены каких-то партий, но объединив усилия, мы сможем укрепить институт выборов, потому что когда все государственные институции, особенно предвыборы, заполитизированы, они фактически уже не исполняют свою основную функцию государственную, они работают в искаженном, выполняют не свою задачу. И вот когда мы до дня выборов, во время выборов сможем своими гражданскими усилиями укрепить выборы, укрепить институт выборов от низов дельничных комиссий окружных и центральной ЦВК, то тогда мы сможем и укрепить саму государственность, потому что эти все политические игры, которые сейчас происходят, они очень плохо заканчиваются. Ну, я тоже хочу подтверждение слова Олега, когда выбираем, думаем, кого выбираем, это самое первое, и второе, немаловажное на сегодняшний момент, мне кажется, себя в первую очередь и спрашиваем, кого мы выбрали, а потом уже начинаем спрашивать, с того, кого выбрали. Сто процентов. Об этом мы отдельно будем с Олегом не спешить разговаривать, почему, потому что я с Олегом предлагаю встречаться не первый, мы не первый раз встречаемся, но не последний раз, именно в таком формате, для чего, для того, чтобы Олег много знает и мог много рассказать и о депутатах, и о том, как нам надо их контролировать, и т.д. Всем хорошего настроения, всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok